Глубоко уважаемые члены комиссии, коллеги, на протяжении последних лет доля лечебно-косметических средств в общей структуре ассортимента аптеки приобретает стойкую тенденцию к росту. Но несмотря на значительный экономический и социальный потенциал этой товарной категории для аптечных организаций, до настоящего времени отсутствуют комплексные научные разработки, затрагивающие различные аспекты обращения данной группы нелекарственного ассортимента на фармацевтическом рынке, в связи с чем актуальным является проведение маркетингового исследования рынка лечебной косметики. Цель работы – выявление потребительских предпочтений в отношении лечебно-косметических средств бренда La Roche-Posay на фармацевтическом рынке города Саратова. Термин «лечебная косметика» не установлен в нормативных актах, но широко используется в профессиональном сообществе. По типам аптечную косметику условно можно разделить на три основные группы – это селективная косметика, лечебная активная косметика и косметика масс-маркет. В 2019 году продажи аптечной косметики значительно упали, достигнув самого низкого уровня с 2015 года. Ровно половина продаж в денежном выражении в 2019 году пришлась на лечебную косметику. 35% рынка принадлежит селективной косметике и почти 15% – косметики масс-маркет. Наибольший объем продаж за данный период продемонстрировал французский бренд La Roche-Posay. La Roche-Posay – это французская косметическая марка, которая является частью крупнейшего косметического концерна L'Oreal. В состав всех косметических средств La Roche-Posay входит термальная вода, обогащенная селена, которую компания считает уникальной по своей эффективности при нанесении на кожу. Ассортимент косметики бренда представлен 14 гаммами, которые включают уходовые и декоративные средства, предназначенные для удовлетворения потребностей разных типов кожи. Оценка потребительских предпочтений косметических средств проводилась методом социологического опроса в форме анкетирования. В опросе приняли участие 135 человек, из которых почти 98% составили женщины. Возраст опрошенных варьировал от 17 до 55 лет. Большая часть респондентов относилась к возрастной категории от 20 до 40 лет. 74% респондентов отметили, что у них имеются проблемы с кожей лица. Наиболее частными причинами приобретения косметических средств являются профилактика воспалительных процессов, а также сухости кожи. Наряду с специализированными магазинами, значительная часть потребителей выбирает в качестве мезли покупки косметических средств аптечной организации. У 39% опрошенных наибольшее доверие вызывают косметические средства, приобретенные именно в аптеке. 35% респондентов доверяют косметике, купленной в специализированном магазине, и всего лишь 1% приобретенным в обычном магазине. При выборе лечебной косметики 29% потребителей руководствуются рекомендациями косметолога-дерматолога, что говорит о значительной роли врачей-косметологов в формировании спроса на косметику той или иной торговой марки. Информацией, полученной в интернете для выбора косметики, пользуются 24% респондентов, и лишь 9% опрошенных руководствуют советом провизора-фармацевта, что может свидетельствовать о недостаточной маркетинговой активности фирм-производителей косметики по повышению информированности в фармацевтических работниках о косметических товарах. На следующем этапе работы была собрана информация об уровне популярности торговых марок косметических средств аптечного ассортимента из предложенного списка. Лидерские позиции заняли косметические средства торговых марок La Roche-Posay и Vichy, что соответствует сведениям о состоянии рынка аптечной косметики. 73% респондентов были знакомы с косметикой марки La Roche-Posay до анкетирования. 40% покупателей La Roche-Posay приобретают косметику этой марки по рекомендации врача-косметолога, что свидетельствует об эффективном использовании экспертного подхода в качестве конкурентного преимущества бренда. 21% покупательниц узнали о косметике марки La Roche-Posay благодаря рекламному банеру в аптеке и всего лишь 6% от фармацевтического работника, что говорит о недостаточно высоком уровне заинтересованности работников аптек в продвижении лечебной косметики La Roche-Posay. 65% респондентов, знакомых с продукцией марки La Roche-Posay, полностью удовлетворены ассортиментом косметики этого бренда. 17% считают, что ассортимент избыточен и выбор сделать сложно. Из них 58% пользуются косметикой La Roche-Posay менее года. 7% участников опроса, знакомых с исследуемым брендом, хотели бы видеть более широкий ассортимент. Качество косметики La Roche-Posay соответствует ожиданиям почти 76% покупателей. Из них 38% пользуются косметическими средствами этой марки ежедневно. Для 21% покупателей качество продукции La Roche-Posay не всегда соответствует их ожиданиям и качество в основном несет разочарование всего лишь для 3% покупателей. 71% покупателей считают, что цена косметики La Roche-Posay соответствует качеству продукции. Из них 55% тратят на приобретение лечебной косметики от 5 до 10 тысяч рублей в год. 15% считают стоимость неоправданно завышенной. Для 9% покупателей качество косметических средств бренда La Roche-Posay превосходит их стоимость. Таким образом, можно заключить, что покупатели лечебной косметики знакомы с косметическими средствами марки La Roche-Posay и высоко оценивают их качество и ассортимент. Аптеки не играют существенной роли в продвижении данных косметических средств. Однако, являются одним из предпочтительных мест приобретения лечебной косметики, что свидетельствует об актуальности анализа ассортиментной и ценовой политики аптек. Благодарю за внимание. Продолжение следует...